Лебяжье Можественное число, что есть не только малое лебяжье, которое видно с дороги, есть большое лебяжье, светлое лебяжье, сухое лебяжье. И слава богу, что мы сейчас начинаем возвращать эти наши долги природе, поскольку высохли все эти озера когда-то именно по причине нашей жизнедеятельности. Возможно, кому-то могло показаться, что все это достаточно просто. Казалось бы, вырой ямку и просто добавь воды. Но в том-то и дело, что это очень непросто, настолько непросто, что изначально даже сложно верилось в этот проект. Всякие мнения были. Не надо копать, давай заполним только водой. Может быть, кто-то подумал, что тут сумма приличная, 250 миллионов. Но в последний момент президент принял решение. Я не мог отказаться. Мы не готовы были на строительство. Мы боялись. Задача, конечно, очень амбициозная. Но на самом деле я с моим начальством сразу сказала, что давайте попробуем. Ну, интересно. Видимо, амбиции у меня немало оказалось. То есть проект на самом деле очень интересный и очень знаковый для Казани. О нем всегда говорили все, все старшее поколение об этом озере. И когда мы увидели печальную картину, приехав сюда, сухое озеро, ни грамма воды, мы на самом деле ничего не осушали, хотя весь год об этом народ говорил, что мы что-то осушили. Здесь не было воды. Уникальность Лебяжих озер, а значит и вся сложность возрождения всей этой территории, состояла в первую очередь в том, что озера эти расположены на несколько десятков метров выше всяких подземных вод. Сколько ни копай, не добраться, подпитки не будет. Вся подпитка, которая была, талые додождевые стоки, которые, по сути, были отрезаны давным-давно дорожной инфраструктурой. И просто заливать водой эти озера было равносильно тому, чтобы лить воду в песчаный дуршлаг, на котором они стоят. Выбрали самый сложный, но и единственно верный вариант. Углубить дно озер до 3,5-4 метров, уложить на дно так называемый противофильтрационный экран. Это был титанический труд. Конечно, объект делан даже не благодаря, а вопреки, потому что погодные условия, которые были в этом году, они очень сильно тормозили ход работ, проливные дожди. Но, тем не менее, мы в две смены, порою не прерываясь круглосуточно, продолжали работу и завершили этот объект. Это материал, который с двух сторон имеет нетканное полотно, а в середине находится слой бентонитовой глины. Условия работы этой глины, то есть это специально обработанная глина, условия работы этой глины таковы, что вот этот вот слой, небольшой, тоненький, заменяет, вот если бы мы укладывали обычную глину с вами в качестве глиняного замка, как раньше использовалось, да, во многих удаемах, но и сейчас пытаются использовать, то нам бы, то вот этот слой нам бы заменил 90 сантиметров глины. Сложность была, главное, при укладке в том, что очень большая площадь. Не повредить, не нарушить, не порвать. Пришлось также практически заново сооружать и новую подпитку озер от находящегося тут неподалеку озера Изумрудного. Незаполненным из четырех осталось одно – сухое лебяжье. Решение экологов – после долгих лет обезвоживания там уже сформировалась своя растительная экосистема. Воды теперь и без того достаточно. Водная гладь лебяжьих озер увеличилась с восьми до тридцати с лишним гектаров. Это очень приятно. Я думаю, что передать словами это трудно. То есть ощущения я… Периодически в прессе появляются съемки этого озера. И с первых же дней, как оно начало наполняться, прямо вот крылья за спиной вырастает от радости, глядя на это удовольствие. Ну, правда, очень приятно. У меня есть абсолютное внутреннее ощущение, что это один из самых главных проектов за последние три года. И еще его предстоит, собственно, благоустройством заняться на будущий год. Но мне кажется, что ценность того, что лебяжьи озера в Казани снова появились, она, конечно, гигантская. Ее сложно просто переоценить. Очень надеемся на то, что Таиф и Орк Синтез продолжат нас поддерживать. Группа компании Таиф в лице нашего главного акционера и в лице нашего государства, тоже как акционеры Казани Орк Синтеза, приняли решение о том, что это озеро необходимо. Здесь сейчас уже основа есть для того, чтобы можно было в дальнейшем думать и решать, что можно, как можно все украсить. И как? Я думаю, что там будет интересно, достаточно хорошо. Озеро, главное будет озеро. Оживить всю эту территорию. Теперь, когда позади первый этап возрождения, эта задача уже не только для строителей и экологов, но и для архитекторов. Следующей весной стартует новый этап – воплощение в жизнь концепции развития всей системы озер и примыкающего к ним лесопарка. То, что вы сейчас видите на экране, пока лишь наброски к будущему портрету. Но и они удивляют немало. Мы понимаем, что нам сейчас нужно еще на этом этапе спросить жителей, выяснить их пожелания обязательно. Обязательность, наверное, поменяется после разговора с жителями какие-то зоны. Но мы понимаем, что у нас есть и пляжи уже сформировавшиеся, что у нас озеро Малой Лебяжи – это популярная зона отдыха воды. И теперь вот озеро Большой Лебяжи тоже станет зоной активной с пляжами и зонами, где можно кататься на лодках и гулять по берегу. Лодочные станции, пляжи, зоны отдыха у воды, пешеходные маршруты, даже верхние пешеходные маршруты – это что-то совсем новенькое, где-то совсем высоко у крон деревьев. Смотровые площадки с большим обзором сверху или, скорее, даже еще выше. Бесчисленные арт-объекты, детские и спортивные площадки, беседки, кафе, навесы, киоски по продаже еды, зоны для пикников и многое-многое другое. И все это будет в том или ином виде, но будет. Будет в лучшем даже виде. Это безусловно. Это не просто кусочек леса, это не просто озера. Важнейшее значение озер Лебяжи имеют для природно-экологического каркаса Казани. То есть это такая большая часть наших легких. Спасибо еще раз Рустану Магалевичу Минихану. Президентом было принято решение о экореабилитации. И отдельной славы благодарности группе компании ТАИФ «Казань Орксинтез», которая выступила основным и главным спонсором экореабилитации. На сегодняшний день мы провели масштабную реконструкцию, наверное, не имеющую анаглогов в Российской Федерации. То, что сделано, поражает воображение. Я говорил уже об этом даже в самых красивых картинках, эскизных проектах, которые нам показывали, что должно быть. В жизни получилось гораздо интереснее и гораздо красивее. То есть природа, она все-таки рисует намного красивее, чем сам компьютер. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней.